Любители кофе рассказывают, что всего одна чашечка этого бодрящего напитка может сделать их день в несколько раз лучше. А если этот кофе сделан с любовью и настоящим баристой, я уже даже запах представила. Сегодня я расскажу вам о работе настоящих кофеманов. Стоит только обжарить и засыпать в кофеварку зерна, взбить белоснежные сливки, как тут же по всему кафе распространяется божественный аромат кофе. Бориста Павел Толовяков в своей профессии уже больше пяти лет. Сначала парень просто обжаривал зерна, затем постигал ремесло приготовления бодрящего напитка, а после даже прошел специализированные курсы, учился у мастеров своего дела. В Алма-Ате проводились курсы по тому, как сказать, бариста. Тренинги проводил голландский мастер бариста. Тренинг длился четыре дня. То есть мы узнали тоже от знакомых об этом тренинге, и я был там. Обучался четыре дня. Мне это очень понравилось. Это было очень много информации, действительно полезной информации. Потому что я знал, как готовить кофе, и знал только базу. Но там я узнал полностью всю глубину. Настоящий бариста должен сам любить кофе, считает Павел. Кофевар, который не выпивает ни чашечки бодрящего напитка в день, никогда не познает секрет его приготовления. Наверное, самое, что мне нравится, это различие вкусов в кофе. Потому что на кофе вообще делится на очень многие разновидности. Оно произрастает на разных плантациях, в разных странах. Профессия бариста как мастера по приготовлению кофе на эспрессо-машине родилась в Италии, на родине этого напитка. А затем в 80-х годах стала известна в США, благодаря Говарду Шульцу, владельцу компании Starbucks. В одной из своих поездок в Италию он был сильно очарован местными бариста. Приехав домой, он внедрил этот стиль в своей сети кофеен. Постепенный интерес к профессии бариста стал расти, а сегодня она на самом деле популярна. И неудивительно, ведь по статистике во всем мире ежедневно выпивается больше полутора миллиардов чашек кофе. И если в домашних условиях можно приготовить лишь несколько видов кофейного напитка, то настоящий кофевар знает сотни – эспрессо, айриш, капучино, латте. Популярность кофе в современном мире растет в геометрической прогрессии. В странах, где этот напиток очень любят, среди опытных бариста даже проводят конкурсы. Побеждает тот, кто приготовит самый вкусный, ароматный и необычно украшенный кофе. Но нельзя забывать и о том, что чрезмерное пристрастие к кофе небезопасно. Этот бодрящий напиток может вызвать зависимость, привести к появлению бессонницы и обезвоживанию организма. Но и наоборот, чашечка кофе в день поможет получить заряд бодрости, окажет помощь пищеварению и даже поможет снизить вес. Признайтесь, вы уже пошли готовить себе ароматный напиток из кофейных зерен.